В соответствии с поручением главы государства, руководители государственных органов специалисты выезжают в регионы для проведения приема граждан, для того, чтобы услышать те проблемные вопросы, которые волнуют людей. Как отметил заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, от Пинчан чаще всего поступают вопросы по повышению заработной платы и пенсий, социальной поддержке инвалидов, вопросы, связанные с получением адресной социальной помощи. Все проблемы, которые ставят люди на приемах граждан, решаются вместе с исполнительными и распорядительными органами на местах. Потому что в соответствии с законодательством их решения входят в компетенцию именно местных органов. Специалисты органов по труду, занятости, социальной защите в регионах, они также компетентны, принимают решения строго в соответствии с законодательством. Как отметил замминистра, зачастую от населения звучат и предложения о внесении изменений в законодательство. Граждане вносят предложения по его корректировке, по трудовым гарантиям, по социальной поддержке. Очень важно для представителей Министерства труда и социальной защиты услышать такие предложения, для того, чтобы можно было учесть в нашей работе по корректировке законодательства, для того, чтобы социальная помощь, которую оказывает государство, прежде всего для уязвимых категорий, для тех людей, которые нуждаются в такой поддержке, чтобы эта помощь носила целевой характер, чтобы именно доходила до тех людей, которые нуждаются, кто объективно не может заработать, повысить свое благосостояние в результате трудовой деятельности. Сегодня со стороны государства проводится большая работа по усилению поддержки граждан, в особенности отдельных, наиболее уязвимых нуждающихся категорий. Государство, конечно, несет очень большое бремя социальной ответственности и старается помочь всем, кто нуждается, но надо признать, что есть люди, которые паразитируют на такой политике государства, потому что по своим силам они могут вполне сами заработать. Такая возможность у нас есть для каждого человека в стране. Количество вакантных рабочих мест значительно превышает число людей, которые зарегистрированы в органах по труду, занятости, социальной защите. В конце 2013 года было ужесточено законодательство об адресной социальной помощи. Для местных исполнительных и распорядительных органов предоставлены полномочия в оказании помощи тем, кто попал в сложную ситуацию при условии, что этот человек сам будет стремиться поправить свое положение, устроиться на работу и зарабатывать для того, чтобы содержать себя и свою семью. Министерство труда и социальной защиты не останавливает работу по совершенствованию законодательства социально-трудовой сферы. В последнее время принят ряд законодательных актов. Это и законы о социальном обслуживании в новой редакции, и законы о государственных пособиях семьям, воспитывающим детей. Внесены изменения в трудовой кодекс очень масштабные. Все эти изменения направлены на упорядочение трудовых отношений, на усиление гарантий для людей, которые работают, а также на усиление социальной поддержки тем категориям граждан, которые объективно нуждаются в поддержке государства. В настоящее время министерство работает над проектом нормативного акта главы государства по дополнительным мерам поддержки семей, которые воспитывают детей, семей, ожидающих рождения малышей, для того, чтобы усилить мотивацию к рождению детей.